На дворе у нас конец января, и впереди у нас еще 11 месяцев 23 года. У каждого из вас есть разные ожидания, если мы говорим об инвестициях, относительно того, каким может быть этот год. Я предлагаю на моем канале, так как мы говорим о разумных и продуманных инвестициях, немножко отойти от ожиданий и попробовать посмотреть цифры, графики и понять, чего мы можем ждать от тех или иных активов для того, чтобы сформировалось еще больше понимания, для того, чтобы от понимания сформировалось еще больше смелости, от того, чтобы от понимания и смелости сформировалось еще больше реальных движений, а не переживаний и ожиданий. Ну и, конечно, начнем мы наш рассказ с акций. Когда мы говорим про акции, мы автоматически думаем про индекс S&P 500. Кстати, я очень часто и глубоко ухожу в экономические материи, в коэффициенты, кэшфлоу в своих видео. Скажите, напишите в комментариях, понятно ли вам, что такое S&P 500? Может быть, в моих видео стоит отойти от глубоких экономических, каких-то аналитических вопросов и больше в своих видео закрывать базовых вопросов инвестирования? Не стесняйтесь, оставляйте в комментариях. Как всегда, анализ рынка акций или акций отдельных я люблю начинать с коэффициента P.E. P – это от английского слова price и от английского слова earnings. Это текущая цена на текущую прибыль. Внимание на экран. Вы видите график о том, как двигается коэффициент P.E. Двигался коэффициент P.E. за последнее большое количество лет. Что мы видим сейчас? Мы видим сейчас, что мы находимся на оценке 19-20. И так как вы, вот если вы посмотрите на название этой таблички, увидите forward, то forward подразумевает, что в этот график заложены чуть будущие ожидания аналитиков Wall Street, то есть на ближайший год. И вот аналитики закладывают, что мы будем иметь падение соотношения цены к прибыли до 16. Что такое вообще соотношение цены к прибыли? Это то, сколько денег мы платим в текущей стоимости акции, да, мы платим за прибыль, за 1 доллар прибыли. Или, если говорить простым языком, за сколько, если всю прибыль компания будет отдавать тому инвестору, кто на текущий момент купит акции, за сколько лет она вернет эту инвестицию. То есть если мы сегодня имеем показатель 19-20, то вот тот, кто купит акцию S&P 500, вот всех 500 компаний, он получит возврат своей инвестиции за 19-20 лет. То есть ваша текущая доходность порядка 5%. Это уже неплохо, потому что если вы посмотрите на график, то в конце 2021 года этот показатель был 30 и 40. То есть вы бы возвращали свою инвестицию 30 и 40 лет. Соответственно, ваша доходность была бы в районе 2%. То есть 2,5% это уже в 2 раза лучше и это уже неплохо. Еще раз говорю с тенденцией того, что ИПЕ будет снижаться к 16,6%. Давайте разорвем эту дробь и посмотрим на вопросы прибыльности. Ребят, потому что именно прибыль компании, прибыль на акцию является базовым драйвером к росту стоимости акций. И вы это видите из графика. Вот видите, голубая линия такая волнистая. Это есть не что иное, как стоимость акций, стоимость индекса S&P 500, 500 самых крупных компаний. А черная это пересчитанная прибыль вот этих 500 компаний. И вы видите, насколько эти графики плотно коррелируют друг с другом. На сегодняшний момент, так как это тоже форвард график, то есть это график с текущей ситуацией и с некоторыми ожиданиями, на сегодняшний момент логично мы видим, что аналитики Wall Street ожидают некоторое падение. Какое падение? До 230 пунктов на акцию S&P 500. То есть сегодня мы имеем 240 на акцию S&P 500, а будем иметь 230 прибыль. Но тут нужно отметить один интересный нюанс. Если бы вы посмотрели на этот форвард год назад, то вы бы увидели, что аналитики Wall Street ожидали не 230, а 250. То есть нужно быть всегда аккуратным к анализу Wall Street, потому что он всегда больше позитивный. И это понятно почему. Потому что для Wall Street, для специалиста Wall Street, важно, чтобы у вас даже в негативном сценарии был более позитивный. Потому что негативный сценарий может быть более позитивный, более негативный. Так вот, аналитики Wall Street всегда подсунут даже как бы в негативной ситуации всегда более позитивный подход. И мы это видим в их прогнозах. То есть год назад они говорили 250, сейчас они говорят 230. То есть мы понимаем о том, что там может быть заложено и даже более пессимистический, более пессимистический сценарий. Какие выводы мы можем на сегодняшний момент сделать? Первое. Очевидный вывод. Мы находимся в более лучшей ситуации, чем это было в конце 2021 года. Наша доходность 5%. Это мало для акций по-прежнему. Именно поэтому они нам показывают понижение коэффициента PE до 16. Но тем не менее это лучше. Если вы спросите меня, как я раскину вероятности сценарий, то я отдам 20% не больше тому, что в 2023 году мы сможем увидеть от текущих 4 тысяч, условно говоря, S&P, к движению к 4 500, а может быть и выше. Это такой очень позитивный сценарий. Я отдам ему 20%. Процентов 30 я отдам на то, что мы сможем увидеть S&P 500 в районе 3200. То есть я дам больше на такой средненегативный сценарий. И 50% оставшихся я бы отдал сценарий, что S&P 500 будет без особых каких-то выдающихся движений вниз или вверх болтаться вот в текущем коридоре 4 тысяч. Он может падать до 3 800, может подниматься до 4 100, потом опять. То есть график будет находиться вот в этом коридоре. Ну и самое главное, что для долгосрочного инвестора, который пришел на этот рынок для того, чтобы инвестировать на 10-15 лет, для долгосрочного инвестора, который понимает, что помимо изменения цены, там есть еще постоянно растущая дивидендная доходность. Мы часто говорим, вот очень часто инвесторы не понимают, что дивиденды это не просто процентная выплата, как банковский депозит к стоимости. Это абсолютная выплата, то есть примерно 2 доллара на акцию, которая постоянно растет. Если мы говорим об S&P 500, то темпы прироста дивидендов порядка 5% год к году. То есть если бы вы купили там 10 лет назад S&P 500 и сейчас, то ваша выплата, несмотря на то, что текущие показатели порядка 2%, была бы в 2 раза больше. Если это непонятно, не стесняйтесь, задайте вопрос в комментариях, попробую снять видео и об этом отдельно детально рассказать. Итак, долгосрочному инвестору в акции сегодняшний момент – это хорошая история для того, чтобы начать и зайти инвестировать в акции. Тем более на 2024 год мы надеемся увидеть более существенный и более стабильный рост акций. Что еще интересного стоит заметить из текущей ситуации? Вот что. Вот это падение рынка акций, оно интересно еще тем, что ряд имен, которые занимали лидирующие позиции в начале списка, они опустились значительно ниже, то есть стали значительно дешевле, чем рынок целиком. К примеру, я говорю о компании Meta Facebook, да, или Netflix, или IBM, да. И у меня на канале я снимаю отдельное видео об акциях разных отдельных компаний, для того, чтобы их упаковать в свой YouTube-портфель. Какие-то акции мы решаем покупать, как, к примеру, Facebook и Google. Какие-то акции я принимаю решение не покупать в свой портфель, к примеру, такие акции, как компания Tesla. Потому что даже при условии текущего падения, мне кажется, что акции достаточно переоценены. Итак, друзья, подписывайтесь на канал, оставляйте лайки, задавайте вопросы, не стесняйтесь. Мы обязательно разберем в будущем, как, на мой взгляд, могут себя вести в 2023 году еще облигации, золото и недвижимость. Если это было интересно, поставьте лайк и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. С вами был Владислав Семенченко.